Доброго времени всем! Поступила вот такая посылочка, как бы маленькая, но тяжелая, больше 3 килограмм. Ну здесь так пишут 3 500, но там меньше я уже взвесил. И сейчас вскроем, посмотрим какой материал и отдельно уже взвесим материал. Так, вскрыл и выгружаем. Вот такой здесь материал. Два пакета. Это батарейки должны быть с серебром, с содержанием серебра. Ну сейчас я взвесим. Здесь написано 318, 318. У меня больше, потому что пакетики. И сейчас я возьму горсть этих батареек. Выложу их аккуратно и посмотрим название. Вот допустим, возьму вот так вот. Рассыпал немножко на столе все. Вот так возьму, разложу и глянем название, фирма и все такое прочее. Я ближе наведу камеру, посмотрим. И затем я займусь переработкой. Ну в общем, когда я начал выкладывать вот эти вот батарейки, вот и маленькие, покрупнее и среди крупных вот обнаружил. Это литий и алкалин. Алкалиневые и литиевые батарейки. Вот они, вот эти крупные. А затем я все выложил в посудину и обнаружил еще вот сколько их. Все, конечно, я пересмотреть не мог. Возможно, где-то еще вот такие крупные остались. А мелкие, мелкие там, конечно, пересмотреть это нереально. Вот какие они меленькие есть. Как их можно пересмотреть все. Так что есть вот такие пустышки. Это пустые получается. В этих оксида серебра не имеется. Только оксид марганца и алкалин. Вот они. Вот сколько их. Это то, что я нашел, потому что они покрупнее. Вот они крупные. Вот значок LR. Это уже оксид марганца там находится. Вот я выгрузил вот сюда. Сейчас подыму. и посмотрим. Так ближе, конечно, будет. Вот посмотрим ближе. Что-то мы видим. Мало что, конечно, мы видим. Вот такая посудина. Вот я все выгрузил. Ну и сейчас буду решать, что с ними делать, как с ними работать. Это все я, конечно, перебрать не смогу. Так как есть, так и буду перерабатывать. Уже как повезет, сколько там получится того серебра. Посмотрим. Мне сейчас нужно отобрать пол килограмма. И я займусь, узнаю, как мне их растворять. Как добраться до оксида серебра. Они магнитные. Вот магнитят они. Только я не знаю, внутри там магнитные или сверху. Возможно сверху. Вот это вот плюсик, вот этот плюс. Он более всего, что сделан с нержавейки. Вот эта часть минус, я не знаю. Попробую так бросать их кислоты и растворить. Ну немножко там возьму, в стаканчик брошу. И попробую вот эту часть растворить. И тогда уже кислота доберется. Ну я сначала в азотке попробую. Вдруг не получится, значит буду электролит плюс азотка добираться. Потому что, чтобы добраться до оксида серебра, это все нужно ломать. Все нужно ломать, если кислоты не возьмут хоть что-нибудь. Так что я сейчас попытаюсь, а затем я не знаю, что мне делать. Вот это все нужно будет ломать. Обжигать, чтобы расчленить вот эти батарейки на две части или там на сколько частей, это нельзя делать. Потому что они взрываются. И при том с огромной силой взрываются эти таблетки, если их нагреть горелкой огнем. Я когда-то пробовал, у меня советские там пару штук было, просто для интереса, мне было интересно, как они будут расчленяться, если их нагреть. Я накрыл крышкой, нагрел хорошо и там произошел нормальный такой взрыв, что тем, что я накрыл, оно аж подпрыгнуло. Так что не рекомендую вот их вот так расчленять путем нагрева. В общем, только кислотами сейчас или вручную, вот не дай бог придется вручную вот такое вот поломать, это ужас. Это не 300 грамм, а 3 килограмма. Эти, конечно, пустышки я не буду. Отправлю их назад, возможно. Возможно, мы свяжемся с заказчиком и решим, что с ними делать. Ну, кидать их в пислоты я, конечно, не буду, они пустые. Они даже какие-то легкие, хоть и крупные, но они легкие. Вот эти вот вроде бы тяжелее, да. Они какие-то легенькие, вот эти вот. Здесь вот еще тоже. Это я, когда начал перебирать, вот обнаружил вот эти пустые. LR на них нанесено. Вот они пустые. Это все пустые. Короче, серебра там нет у них. Ну, сейчас я отберу полкилограмма. Нужно подобрать способ, как их растворять. Ну, вот полкилограмма отобрал и сейчас поработаю с этим материалом. Узнаю, как добраться к оксиду серебра такими кислотами. Ну, вот немножко всыпал этих таблеток. Разных там и маленьких, покрупнее. И залил водой с азоткой. Растворение пошло, но посмотрим все ли там будут растворяться. Так что растворение идет. Растворю и глянем, что там останется. Если все получится, значит весь материал я вот так буду перерабатывать. Затем, конечно, покажу, что буду дальше делать. Вот уже реакция пошла ужасная, хорошая такая еда. Сейчас я включу вытяжку. Возможно, придется доливать воды. Вот так вот. А вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это все слабомагнитное Это уже остались плюсики Минусы растворились Вот на этих Таблетках Все там растворилось внутри Минусы растворились А вот это вот Остались целые Две таких таблеточки Две батарейки Они остались целые Не растворяются В азотке не растворяются То же самое И в электролите Это в электролите Здесь еще больше не растворилось Ну видимо Какая-то фирма Одна, вторая Вот А здесь вот только крышечки остались Плюсовые Это все плюсовое И оно слабомагнитное На этот магнит Оно не тянется в гору Не тянется, видим, да? Еле-еле там Но если взять сильный магнит Оно все тоже потянется вверх Вот сильный магнит Хотя тоже Хотя тоже Что-то там слабомагнитное Остается И не растворяется Ни в азотке Ни электролит Плюс азотка В общем Вот такая ситуация Но здесь Здесь хуже Здесь хуже получается Потому что я побил В ступке Здесь непонятно Что здесь магнит Сильный магнит Оно что Почему-то не растворилось И непонятно Что здесь не растворилось Оно как бы побитое Покоцанное там Здесь непонятно Короче Что я буду делать Я буду все растворять Только в азотке Нет Лучше Электролит Плюс азотка Потому что там Это железо Это все Пускай оно тоже растворяется Что там Никель Возможно Цинк Электролит Плюс азотка Вот так я буду Сейчас Травить Все Вот это Вот это вот Что осталось Из Ну Полкило Здесь Да Два стакана Наверное разделю Вытравлю А то что останется Магнитом заберу И уже то что останется Вот оно Уже буду бить в ступке Крошить Или вручную Ломать его Ну смотря сколько его останется Так что Проблем Много А чтобы Вот сейчас взять Вот это все Поломать Вручную Это нереально Три килограмма Я не знаю сколько здесь тысяч Получится С трех килограмм Вот таких вот Разных Ну а жидкость я собрал все вместе Пускай отстоится Затем Поработаем И с жидкостью Ну а сейчас Все это вот буду Пока Целиком А то что целое Останется Заберу Магнитом И буду бить его Вот сколько батареек Растворилась С первого раза А то что я Вымагничивал То что осталось Теликом Вот сколько Его Затем Я его Побил В ступке Совсем Немножко Вот Видим И Дорастворил Так И Растворы Растворы Конечно Грязные Были Да И сейчас Тоже Вот Такие Прокладки Там Изоляторы Все такое Вот Уже Три фильтра ушло На фильтрацию Ну а сначала Я фильтровал Вот Через ткань Затем Уже Через Вакуумник На белую ленту Вливал Раствор И Сейчас Поставлю Стаканы И Будем выделять Хлорид серебра Вот С таких Растворов Видим Какие темные Здесь Всего Полно Возможно И Железо Есть Если Не Никель Цинк Что там Еще В общем Много Всего Разных Примесей И Среди Имеется Серебро Посмотрим Сколько Упадет Хлорида Вливаю Соляную Кислоту Вливаю Помешаю Вроде Так Ничего Не Посмотрим Сейчас Сделаю Проверку Так Сюда Достаточно Сюда Тоже Все Осталось Помешивать Хорошенько И Подождать Когда Хлорид Полностью Выпадет Уплотнится Затем Сливать Вот эту Жидкость Сколько Там Разных Примесей Этих Ужас Сливать Жидкость И Наверное Как минимум Раза пять Кипятить Хлорид Серебра Промыть Хорошенько Ну А затем Уже Когда Он Будет Чистый Почти Продолжим А пока Пускай Уплотняется Затем Посмотрим Я их Соединю В один Стакан И В одном Стакане Буду Кипятить Промывать Восемь Раз Я Кипятил Вот этот Хлорид И Все равно Не получается Отмыть Вот это Все Что-то Желтое Я Впервые Встречаюсь С Таким Материалом Я Не знаю Что Это Желтое Оранжевое Ну Надеюсь Что Сейчас Поможет Избавиться От Вот этого Всего Аммиак Заливаю Аммиаком И Буду Восстанавливать Серебро Вот С такого Хлорида Гидрозин Гидратом Посмотрим Что там останется Какая муть Ну Что-то 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 Непонятное Восемь раз Кипятил Отмывал Где-то Литров Шесть Ушло Воды Ну С под крана Конечно Я С под крана Уже беру Для отмывки Ой Я не знаю Конечно Вроде бы Серебро Есть Но С ним Очень трудно Ну Сейчас Я Залью Сюда Аммиак Включу Вытяжку Конечно Потому что Невозможно Дышать Когда Вытяжка Не работает Сюда 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 Ужиена Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эта муть могла бы выпасть в осадок. А так осадок чистый. Я уже его промыл. Здесь вот с промывкой раствор. Вот еще промою. Буду делать брикеты. И плавить. Ну что-то его, конечно, не нравится мне. Маловато вроде бы. Ну посмотрим. Три вот таких брикета получилось. И все. Вот такое вот серебро из полкило батареек. Сейчас плавлю, взвесим. Вот такие слитки. Серебро чистое. Но я уже взвешивал. Мне вес не понравился. Это сверху. Вот такое. Такое вспузыривание. Это снизу. Вес мне не понравился. И я начал пересматривать вот эти мелкие. Вот тех двух с половиной килограмм я отобрал мелкие. Короче, разные, которые там оставались. Начал пересматривать. И там, оказывается, тоже немало пустых. Там на некоторых даже выбито. Там текст этот. Или что там. Слова эти непонятные. Непонятно, какая фирма там. Ну, короче. Какая-то подвальная, видимо, подделка. Китайских тоже хватает там. Возможно, они все китайские. Короче. Материал не нравится мне такой материал. С ним очень много работы. Особенно эта промывка. Промывается очень долго, трудно. Непонятно, что там такое оранжевое. С чего оно. Много кислот ушло. Много времени ушло. И когда растворять вот электролит плюс азотка, нужно постоянно контролировать. Такие кислоты у них непредсказуемые реакции. Бывают. В общем, много работы. По толку. Как бы не очень-то, да. Мне кажется, что лучше уже посеребренку сделать меланжем, нежели вот эти батарейки. Посеребренка там быстро. Не надо контролировать, сидеть, дышать всем этим. Ну, ладно, взвесим. Где-то я там читал, под одним видео, человек перерабатывал не один килограмм уже. Он там написал, где-то 15 максимум, 20 процентов получается с килограмма. 20 процентов, короче. Получается вот с таких батареек серебра. 20 процентов максимум. А у меня вот получилось, ну, около 14 процентов. Потому что там, я же сказал, там непонятно что. А возможно из-за того, что вот эти батарейки, они слишком меленькие, может быть, внутри. Может, современные. Вот, допустим, вот эти крупные. Так ни одной нормальной нет. Их вот получается сколько грамм. Я их еще пока не взвешивал. Вот. Будем считать 82 грамма. Пакетик там 2 грамма будет. Вот такой результат. Что там из 3 килограмм, можете посчитать, сколько получится. Дальше, конечно, предстоит помучиться с остатком. Много времени уйдет. На это ушло у меня 12 часов. Вот на этих полкилограмма. Ушло 12 часов. Много работы, много кислот. Ну, в общем, электроэнергия и все такое прочее. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.